В эфире служба новостей Саров-24. В студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как планируем, так и живем. Депутаты обсудили планы развития городской инфраструктуры. Ежегодно 11 апреля во всем мире отмечают Международный день освобождения узников у фашистских концлагерей. Далее расскажем обо всем подробно. Как планируем, так и живем. На очередном заседании Думского комитета депутаты выразили недовольство отсутствием у администрации комплексного подхода к развитию города. Например, сейчас проблемы с освещением устраняются рандомно. При этом некоторые районы с наступлением сумерек погружаются в полную тьму. Четкое планирование в каждой сфере, по мнению народных избранников, позволит решать городские проблемы более эффективно. В городе нет системного подхода к развитию сети освещения. Уверен, депутаты, проекты реализуются точечно, во многом через депутатские запросы. Это не позволяет видеть и решать проблему комплексно. Поэтому народные избранники обратились в администрацию с тем, чтобы там подготовили план-график. Мы ждем, что администрация выстроит свою приоритетную табличку, как они понимают, что вот освещение сначала надо сделать здесь, потом здесь, потом там, потом сям. А дальше решаем. Какие-то вещи, может быть, в инициативное бюджетирование, потому что за них горожане будут с удовольствием голосовать. Такая таблица, по словам депутатов, необходима, чтобы народные избранники могли принимать решения, опираясь на проблемы не только своего округа, но и города в целом. Директор ДГХ Сергей Лобанов обещал подготовить план в ближайшее время. Еще одним поводом для дискуссии стала программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Она обозначает объем требуемых капитальных вложений всех уровней бюджета в порядка 10 миллиардов рублей и включает в том числе северные территории и микрорайоны 1А и 1Б. Сроки развития у нас определены довольно-таки далекие. Ну, это что-то 28-33 года. Это стоит, в общем-то, какой-то общей фразой, какой-то общей цифрой, потому что конкретики там нет. И конкретика будет тогда, когда мы уже детально начнем разрабатывать проекты планировок, межелания. С тем, что реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры растянута во времени, а потому еще не единожды будет подвергаться корректировке, депутаты согласились. Но вместе с тем попросили более внимательно подойти к планированию. Даже приблизительные цифры должны быть понятными и логичными. Водоснабжение – 28-33 год, а водоотведение – 35-40 год. То есть мы воду пустим, а куда она потечет? Какие гости? Густа отсутка. Может быть, ошибка надо это... Смотреть. Бьемся, бьемся. Мы все время говорим, давайте какую-то программу, чтобы мы видели. Нам приносят ее, моя коммунальная инфраструктура, там цифры с потолка. Да, ну понятно, что они далекие, но, ребят, ну они хотя бы между собой-то биться должны. Мы как планируем, так и живем в конечном итоге. Когда у нас это не тут, не понятно, не там, не только. Надо планировать сначала грамотно, а потом после этого мы будем... Понятно, что будем корректировать в зависимости от количества средств, от количества. Но у нас и планов-то нет. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры депутаты надеются увидеть на заседании Думы с уже скорректированными цифрами. Детский сад, который планируют построить на пустыре рядом с будущим центром культурного развития, в ближайшие годы не появится. Область не предусматривает его финансирование ни на этот, ни на следующий год. Между тем территория пребывает в запустении, становясь все более опасной для местной детворы. Там и заброшенное здание, и строительный мусор, и канавы. Депутаты решили выйти с предложением к главе города. Пустырь до начала строительства детского сада необходимо привести в порядок. Какие предложения? Направить к главе города письмо о возможности выделения в рамках благоустройства территории какие-то средства и привести его все-таки в надлежащее состояние. Надо убрать это строение, грейдером разровнять немножко территорию, убрать вот эти бетонные блоки, какие-то деревья опасные все, которые валяются. И хоть более-менее его привести в плоскостные такие вот вещи. Ежегодно 11 апреля во всем мире отмечают Международный день освобождения узников у фашистских концлагерей. Именно в этот день, 78 лет назад, состоялось интернациональное восстание в Бухенвальде. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Из них 5 миллионов граждане Советского Союза. Памятная дата – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей установлена в честь интернационального восстания узников Бухенвальда, одного из крупнейших нацистских концентрационных лагерей. 11 апреля 1945 года те заключенные, у которых были силы на вооруженную борьбу, объединились в многочисленные подпольные группы, чтобы дать отпор фашистскому режиму. Сейчас в Сарове живут 17 бывших узников лагерей смерти. Одна из них – Антонина Васильевна Иванова. Она попала в руки немцев, когда ей было 6 лет. Самое яркое воспоминание тех страшных дней для ветерана, когда ее мама сумела прийти из другого концлагеря и найти своих детей – Антонину и двух братьев. К воротам концлагеря подходит мама, а у нас как раз мы напротив строим. Она просится пустить, чтобы ее пустили. Немцы стали совещаться, дали солдату сигнал, тот открыл и ее толкнул. Она упала на колени. А бабушка нас с братом толкнула – бегите к маме. В эту памятную дату у Вечного огня прошел митинг. У памятника собрались представители городской администрации, члены молодежных военно-патриотических движений, студенты СРФТИ и ветеранские организации. В числе присутствующих были и живые свидетели бесчеловечного фашистского режима. 11 апреля 1945 года стал символом мужества тех, кто волею судьбы оказался в застенках в фашистских концентрационных лагерях смерти. И сегодня наша задача – помнить о тех страшных событиях, помнить о тех преступлениях против человечества и передать эти сведения подрастающему поколению. Вы – живые свидетели тех тяжелых дней. Вы должны, кажется, сейчас вот просто своим, своей жизнью, своими действиями, показать нашему молодому поколению, что фашизм не должен пройти. И это никогда не должно повториться. Пришедшие почтили память жертв концлагерей минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. Светлана Ерунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Участок трассы Р-158 Нижний Новгород-Саратов Нижегородской области отремонтируют почти за 4 миллиарда рублей. В порядок приведут 12 километров дороги в Дальнеконстантиновском районе. Заказчиком выступает управление федеральной трассы Москва-Нижний Новгород-Росавтодора. Работы будут профинансированы из федерального бюджета. Завершатся к 31 октября 2024 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Завершилось народное голосование в рамках проекта «Вам решать». Как сообщил Глеб Никитин, проголосовало рекордное число жителей – почти 770 тысяч человек. В этом году финансирование проектов увеличили в два раза – до 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Все муниципалитеты проявили себя, заявил «Варегиона». Но есть явные лидеры по количеству голосов. Это городецкие, Богородские округа, Дзижинск, Чикаловск, Арзамас. В конкурсной комиссии предстоит отобрать проекты победителей. Реализованы они будут уже в этом году. Лицей номер 15 проведет день открытых дверей. Будущих пятиклассников и их родителей учебное заведение ждет 19 апреля в 18 часов. Гостям расскажут об особенностях обучения и традициях лицея. Дети смогут принять участие в различных познавательных активностях, погрузиться в мир опытов и экспериментов, почувствовать себя юными исследователями. Лицей номер 15 находится на Куйбышево, 25. Третья игра финальной серии чемпионата по хоккею в высшей лиге Нижегородской области пройдет в субботу, 15 апреля в Ледовом дворце. Хоккейный клуб «Саров» вновь встретится с командой Сеченова в битве за звание чемпиона этого сезона. Счет в серии 2-0 ведет наш соперник. Если Сеченова вновь победит, то титул чемпиона достанется ему. Однако у «Сарова» еще есть шанс отыграться. Начало матча в 13 часов для лиц старше 12 лет. Мойку и ремонт автомобилей теперь нельзя проводить на территории садоводческих товариществ. За это предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если при этом произошло загрязнение почвы, то заплатить придется до 10 тысяч. Кроме того, запрещено подъезжать к рекам длиной до 10 километров ближе, чем на 50 метров. В начале нового дачного сезона в Коап внесли соответствующие поправки, которые признают подобные действия административным правонарушением. Поправки введены на федеральном уровне, но могут быть уточнены и в региональных Коап. Что касается мытья автомобилей вне СНТ, поселки, села, деревни, то здесь будут применять сходные нормы. Иными словами, мытье машин вне специально оборудованных площадок, автомойки, гаражи теперь однозначно считается правонарушением. Его фиксация не может проводиться в автоматическом режиме. Проще говоря, по камерам видеонаблюдения штраф прийти не должен, так как в этом деле должна быть соблюдена процедура. Нужны составленный протокол и показания свидетелей. В регионе произошло 34 пожара на площади свыше 57 гектаров. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован всего один подобный пожар площадью 30 квадратных метров. В пятницу 17 гектаров сухой травы горело в Дивееве. Подробности далее. Сухая трава загорелась в Дивееве в пятницу 7 апреля. Площадь пожара составила 17 гектаров. Огонь тушили до поздней ночи. Апокалиптичные кадры мгновенно разлетелись в соцсетях. На борьбу со стихией вышло больше 20 огнеборцев. Также задействовали 5 единиц техники, сообщили в региональном МЧС. Трава загорелась рядом с жилыми домами. Их от огня отделяло только шоссе. К утру пожар удалось локализовать. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Пал сухой травы весной не редкость. За последнюю неделю в регионе произошло 34 пожара на площади свыше 57 гектаров. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован всего один подобный пожар площадью 30 квадратных метров. Так, число пожаров, вызванных поджогом сухой травы, увеличилось в 34 раза. За сутки 6 апреля в регионе произошло 15 пожаров сухой травы на площади 57 гектаров. А в Лукояновском муниципальном округе площадь пожара превысила 50 гектаров, сообщают в региональном МЧС. В этом году пострадавших нет. В прошлом огненная стихия добралась и до семи домов. Пострадал один человек. Настоятельно рекомендую не рисковать своей и чужой жизнью и имуществом даже в том случае, если предприняты все меры предосторожности. В настоящее время жители активно наводят порядки на своих земельных участках, производят сжигание сухой травы. Настоятельно рекомендую убирать сухую траву и мусор пожаробезопасным способом. И обязательно провести разъяснительную беседу со своими детьми о недопустимости детской шалости с огнем. Жечь траву, мусор и порубочные остатки на своих участках в необорудованных для этого местах запрещено. Место для сжигания должно находиться на расстоянии не менее 15 метров от зданий и иных построек. При использовании металлической емкости бочки расстояние можно сократить до 7,5 метров. Разрешено готовить на мангале или жаровне на расстоянии 5 метров от зданий и сооружений. Зона вокруг мангала должна быть очищена в радиусе до 2 метров. Нарушителей накажут рублем. Так, за несоблюдение правил пожарной безопасности граждане отдадут в казну от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица от 20 до 30 тысяч, а юридические лица от 300 до 400 тысяч рублей. С введением особого противопожарного режима. Любые огневые работы под запретом, а штрафы увеличиваются практически вдвое. Напоминают в пожарном надзоре. В сегменте продовольственных товаров замедлился рост цен на мясные и молочные продукты. Это произошло благодаря тому, что ослабло давление со стороны затрат производителей. В том числе помогли государственные мероподдержки животноводческой отрасли. Среди них льготные кредиты на закупку зерна и другие компоненты кормов. Больше, чем годом ранее, урожай подсолнечников в 2022 году повлиял на снижение стоимости сырья для производства подсолнечного масла. В результате годовой рост цен на него уменьшился. Вообще рост цен на продукты питания в регионе замедлился до 7,4%. На непродовольственные товары до 11,9%. Темпы роста цен на бытовую технику и телевизоры снизились. Основной причиной этого стало расширение приложения данных товаров на российском рынке благодаря возможностям параллельного импорта. И также стоит заметить, что спрос на данные товары все-таки остался несколько ниже, чем ранее. Годовая инфляция в Нижегородской области по-прежнему была ниже, чем в Приволжском федеральном округе – 10,9% и России в целом – 11%. По прогнозу Банка России в этом году годовая инфляция в стране составит 5-7%, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы можете найти все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА